В этом плане я просто, конечно, профессионист и не могу оставлять эту фотографию, просто как есть и всегда что-то изменяет. Можем посмотреть картинку, папочка, фреб. Попробуем стать. Конечно, нахрен проект печально мне смотреть фотографию. Как раз таки здесь все, что я делал, не видно. Да? А еще такой вопрос. Когда вы сняли кадр, вы смотрели уже и по конечному, да, что у вас сходили, уже приходится. Смотрим, пока вы только готовы. Я понял вопрос. Вижу ли я, когда я снял кадр уже в конечном варианте, да, то есть... Сразу я в мозгу обрабатываю, а я прикажу к какому-то решению в процессе непосредственно обработки. По-разному, но общие черты я уже знаю наперед. Но это опыт. То есть, когда много обрабатываешь, да, и есть какие-то умения, то ты совершенно представляешь, что из этого кадра можно сделать. И у тебя есть определенный коридор плюс-минус, в котором ты получаешь конкретный результат. То есть, опять же, это не самоцель, это просто инструмент. Да. Можно обрабатывать техническую программу? Какие названия? Можно? Все можно. Я говорю, что это не секрет. Для себя я обрабатываю следующим путем. Я работаю на Mac'е и использую страшную программу raw-водопроцессор. РПП. Кто о ней слышал? Один человек. Два человека. Отлично. Или по текушке. Да. Соответственно, два человека из зала слышали об этой программе. Она очень деликатно проявляет изображение, сохраняя максимально полутона и более вариативный цвет. Я не люблю, когда фотография приобретает от народа, что достаточно модно сейчас, да, этот цвет от народа. Мне это, наоборот, воздражает. Я даже цветные шумы оставляю по причине того, что они разбивают эту народность. Но это лично мои предпочтения. Эта программа очень аккуратно проявляет. И в ней я как правильно делаю заготовку, выработанную очень по новому диапазону, который я дальнейшим в Camera Raw, я работаю с Camera Raw, контращу. Нужно мне способом, с помощью прямой. Ну, естественно, цвета чуть-чуть нажимаю в Camera Communication, это число. И делать как-то настройки с метров теней. И далее в Photoshop я могу немножко протонировать, немножко еще разогнать варианции темпера, немного повысить тоновой контраст. Ну вот, и все. Первая Raw Photoprocessor. РПП. Raw Photoprocessor. Она есть, я подытожу вопрос на тексте. Она есть у него барма. Можно еще вопрос? Да. И очень страшный у нее, тяжелый, по крайней мере, непростой. Здравствуйте. Хочется узнать, как вы тонируете? На глаз или у вас уже профессионально стиль этой художественной фотографии? Как вы, по крайней мере, отличить ее от художественной и простой фотографии? Как вот ее сделать художественной фотографией? Экспонировкой не зависит, будет ли это художественная или нет. Я говорю, что когда есть красота эстетическая, и она гладенствует перед красотой объекта, эту фотографию можно назвать художественной. В плане экспонировки я пользуюсь камерой Sony, которая показывает на экранчике, собственно, прямую экспозицию. То есть все, как есть. Я снимаю в ЧП. Я сразу же включу ЧП-картинки и подвиняю экспозицию. Мой глаз, вот как мне картинка нравится, нет никакого технического решения. Снимаю я чаще всего ВВМ, то есть полный мануал. Бывает, что переключаюсь на приоритет диафрагмы. На диафрагмы, да, диафрагмы. Тогда я использую центральный взвешенный замер, ну и какой-то корректировки с позиции в зависимости от условий системы. Друзья, я тебе вопрос. Спасибо. Пожалуйста, передайте девушке. Как понимать, что серия будет успешной? Это сложно очень. Смотря какая серия и смотрят для другого контингента. Очень трудно. Вот. Вот. Ну, нужно представлять свою аудиторию. Кто твоя аудитория? Вот это для какой аудитории? Я надеюсь, что это той, которая способна видеть, способна погружаться. Я надеюсь, что музыка будет помогать людям погрузиться. И, в общем-то, пока не надо показывать. Но, опять же таки, есть огромный класс людей, которые подумают, блин, чё, за херня вообще. И, ой, ну и этой серии не будет никакого успеха. У тебя это не сильно будет расстраивать? Нет. Что твои работы не всех не надо? Нет, конечно, мне это не расстраивать. Важно успех, посмотря на какую аудиторию. Вот и всё. И нужно понимать, в первую очередь, на кого ты рассчитываешь. То есть для себя не стоит делать? Для себя? Да. То есть если нравится самому. Отлично. Но повышая свой зрительский навык, свой опыт, будет повышаться планка. И то, что нравится сегодня, завтра, посмотришь. Зачем я это сделал? А ты боишься, что вот этот проект где-то через годик не понравится? Очень хорошо. Это наоборот хорошо? Я буду рад. Это значит, планка стала выше? Да. Но я думаю, что эти темы отличные. Они связаны с историями жизни, в которых на данный момент я не сомневаюсь. И на следующих вопросах есть никаких вопросов. Поэтому я думаю, что он будет буквально. Возможно, формально, я буду понимать, я не так сейчас его оцениваю, как не вверх формального мастерства. Но базыр важен и он устоявшийся. Друзья, ещё вопросы? Ну, будут вопросы? Можно отмечать? Можно делать? Ну, вот. Следующий проект будет... Показать на экране. А! Показать проект? Да, да, да. Да. Это просто одиночные фотографии. А, начнем вопрос про. Какие перспективы вообще художественные программы, что такое вообще художественное? Так, опять же мы поговорим о разной аудитории. Инстаграм — это одна аудитория, центр — это другая аудитория. Если говорить о художественной источнике и искусстве, то, что относится к современному искусству — это в первую очередь посылок. Потому что форма уже отбрасывается. Если говорить о современном искусстве, то это мазня, абстрагированный перформанс, инсталляция. Это смысл в чем? Абстрагироваться от формы. То есть форма уже достигла своего пика и совершенства. То есть была эпоха возрождения. Фотография — это, собственно, 20-й век, когда все идеально выставили, вы лучше не сделаете. И остается только смысловая письма, то есть идея, которую вы закладываете. Идей может быть множество. Ну и, соответственно, события, которые актуальны для отображения племени. Это больше будет происходить сейчас. Вот. Это и есть развитие нововведений на данный момент. А фотография давайте посмотрим. Мне она нравится чисто нормально. Здесь работают и пятна, и цвет в совокупности.